Почему мужчина бросает жену и берет другую женщину в таком состоянии, что эта женщина видит, что чужая семья разрушается? Эта женщина является недостойным человеком. Ничего общего с нормальной семейной жизнью она сделать человеку не может. Не может быть ни нормальной семьи, ни нормальных отношений. Это просто роман. Если сердце человека занято, то на него можно прилипнуть что-то только сверху, не может глубоко зайти, понимаете? Когда человек семейный, он живет семейной жизнью, его сердце по-любому занято, оно не может быть свободным. И поэтому, если человек кого-то себе еще находит, то он находит не на уровне сердца, а на уровне половых центров. Потому что, что касается половых отношений, то они всегда изменчивы. Сегодня тебе нравятся половые отношения с одним человеком, завтра он будет нравиться с другим. И это все время меняется. Поэтому есть люди, которые не до конца понимают, что такое любовь. И они пытаются найти себе покрасивее, получше, посексуальнее. И в этом заключается создание новой семьи у этого человека. Ясно, что он с этой девушкой долго не останется. Ну, максимум, какие отношения могут длиться? Два года обычно. Два года — это такой уже предел, будем так говорить. Два-три года — и все. И все разрушается. Но не меньше года обычно это происходит, если уже сошлись люди. Ну, вот это вот счастье сексуальное, оно через год начинает потихоньку таять. Через два года совсем уже слабее, слабее становится. То есть, ну, время так вот действует на это все. И если даже муж ушел, он может же вернуться назад, но не к такой женщине, которая ведет себя как слабый человек. В этом заключается экзамен судьбы. Будет он с той женщиной, которая его выдернула из семьи или нет? Скорее всего, нет. Вернется ли он в семью, если жена ведет себя вот так вот? Она слабеет, она на колени ползает, она от волосы выпадает, она стареет, теряет вес? Скорее всего, нет. Он пойдет дальше по этапу, искать себе другую какую-то. И, скорее всего, из той следующей у него семья не сложится. Или через большие трудности, может быть, сложится. Но идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек должен быть сильнее судьбы и обстоятельств. Как бы судьба не действовала, надо набраться силы, внутренней силы. И через молитву Богу мы сегодня будем, лекция будет вечером о молитве у нас. Сегодня святой день, очень возвышенный рождение величайшей личности всех времен народов. Поэтому, вернее, воскресенье. И поэтому мы будем говорить о духовном звуке, о молитве и так далее. Поэтому ответ на этот вопрос лежит в таком ключе, что это не вопрос, вернется он или нет. Судьба сама решит, вернется он или нет. Человек потерял себя. То есть надо восстанавливать отношения с самим собой сейчас. Чем меньше думать о том, вернется он или нет, тем лучше жить, легче. Надо восстанавливать отношения с самим собой. Неправильно поставлена цель жизни и в результате жизнь разрушается. Мы говорили вчера речь нам о том, что такое цель жизни и как разрушается судьба, если человек ставит ее неправильно. В данном случае мы увидели этот пример. То есть цель жизни поставлена неправильно, разрушается жизнь человека. Стресс развивается по полной программе сейчас. Надо послушать семинар «Преодоление стресса» и второй «Развитие разума». Эти два семинара помогут понять, что происходит, по крайней мере. А молитва поможет справиться с этой ситуацией. Если стресс развернется на полную катушку, то его придется преодолевать полтора года где-то. Если его сразу можно пересилить, преодолеть, тогда как-то можно выйти из этой ситуации. Если стресс будет полтора года развиваться, вряд ли муж вернется. Это маловероятно. Потому что за это время его судьба совсем оторвет. Поэтому надо быть очень серьезным в том, что произошло. И делать правильный выбор. Вы сами творите свою судьбу и сами ее разрушаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!